Приветствую всех, в школе Джобс, и меня зовут Долстон, и сегодня мы с вами разберём сериал «Шерлок» по вашим запросам. Это перезалитый ролик, потому что оригинальный был удалён из-за авторского права, как вы знаете. Давайте ещё раз посмотрим, если кто не смотрел, наслаждайтесь этим видео. А также я хочу сказать, что сегодня начинается «Чёрная пятница», Black Friday, так что это такой шанс, чтобы делать покупки и также учить английский. На сайте puzzleenglish.com вы можете получить всё, что угодно за 590 рублей, так что переходите по ссылке в описании, изучать английский по сервису puzzleenglish.com, а мы начинаем видео. Шерлоку с трудом удаётся выбраться из плена в Сербии, и он возвращается в Лондон. Смотрим диалог с Майкрафтом, который вытащил его из плена. Был бы уместно тут сказать «спасибо». «Я ввязался». «Waiting in» – это фразовый глагол, переводится как «вступать в спор», «драку», «дискуссию» или «ввязываться во что-либо». Для примера, «Уже пятеро дрались, когда твой брат решил вмешаться и присоединился к ним». «In case you've forgotten». «Fieldwork is not my natural milieu». «In case you've forgotten». Возможно, ты забыл. «Fieldwork is not my natural milieu». «Я не работаю в полевых условиях». «Wading in». «You sat there and watched me being beaten to a pulp». «Wading in» – вмешался. «You sat there and watched me being beaten to a pulp». «Ты сидел и смотрел, как меня избивают». «To beat somebody to pulp» – избить кого-либо до полусмерти. Как видите, он говорит в прошедшем времени. «Sid» – это неправильный глагол, который становится «sad». А после глагола «watch» идет сложное дополнение или «complex object». «I got you out». «Нет, I got me out». «Why didn't you intervene sooner?» «I got you out». «Я тебя вытащил оттуда?» «Нет, I got me out». «Нет, я сам себя вытащил». «Why didn't you intervene sooner?» «Почему ты раньше не вмешался?» «You didn't know you spoke serbian». «I didn't». «Не знал, что ты говоришь по-сербски». «Не знал, но языка есть славянские корни». «Frequent Turkish and German loan words». «Много заимствованных слов из турецкого и немецкого». «Took me couple of hours». «Хватило пару часов». «Hm, you're slipping». «Ты теряешь хватку». Засловно «sleep» переводится как «скользить». «Middle age, brother mine». «Возраст, брат мой». «Coms us all». «Всем мы стареем». «I think maybe I'll just drop by». «I think maybe I'll just drop by». «Возможно, стоит туда забежать». «Drop by» – это фразовый глагол, означающий быстро забежать куда-либо. Давайте еще изучим больше фразовых глаголов, начинающихся с drop. «Drop back» – отставать от чего-то или кого-то. «Drop behind» – запаздывать. С выплатой денег, например. «Drop off» – первый вариант высаживать кого-либо и где-либо. Второй вариант – задремать, заснуть. «Drop out» – выбывать из конкурса. Для примера «Two of the team have dropped out». Двое из членов команды выбыли. Второй вариант – бросать учебу или работу. Еще раз напоминаю, что прямо сейчас началась распродажа «Черная пятница» Black Friday на сайте puzzleenglish.com. Все, что угодно, любые сервисы, вы можете получить всего за 590 рублей. Так что переходите прямо сейчас и изучайте английский с сервисом puzzleenglish.com. Подписывайтесь также на канал и ставьте ваши лайки. Еще увидимся. See you next time.